Полярный волк. Населяет северные просторы Америки и Гренландии. Объекты охоты разнообразны, от леммингов до овцебыков. Зимой и летом одним цветом. Эта детская загадка как нельзя лучше характеризует полярных волков. В отличие от животных, меняющих зимний наряд на летний, белые волки круглый год остаются белыми. Белый волк это не отдельный вид псовых хищников. Просто белая краска характерна для волков, населяющих северные районы нашей планеты. В Фельдман-экопарк представлены два подвида таких животных. Это арктический островной и полярный волки. Внешние отличия между этими хищниками не сильно существенны. Арктический волк несколько мельче и его шубка отличается особой белизной. В природе он встречается на группе арктических островов в Северной Америке и в северной части Гренландии. Также иногда его называют элсмерским волком в честь одного из островов, где проживает основная часть популяции этих животных. Полярный волк крупнее, он более длинноногий и на спине у него, особенно летом, заметна сероватая шерсть, своеобразная метка в виде летящей птицы. Во всем остальном эти два подвида очень похожи. Для всех волков типичен семейный образ жизни. Самки и самцы внешне отличаются слабо. Для волков также характерна привязанность к избранному логову и предпочтение охотиться вблизи него. Если эти хищника в ней тревожить, то одно и то же логово может использоваться волками на протяжении десятка лет. Как и положено обитателям Севера, мех у белых волков густой, довольно длинный и состоит из двух слоев, из-за чего животное иногда выглядит крупнее, чем оно есть на самом деле. Поздней весной или ранним летом пух начинает комочками отслаиваться от кожи и ради облегчения данного процесса волки трутся о камни или ветки деревьев. Эти звери обитают на обширных пространствах полярных регионов, которые по пять месяцев в году погружены в темноту. Но волк хорошо приспособлен к жизни в Арктике. Может годами жить при минусовой температуре, месяцами не видеть солнечного света и неделями оставаться без пищи. Иногда волки в течение многих дней остаются голодными, однако потом съедают до десяти килограмм мяса за один раз. Когда-то, чтобы узнать число оленей Карибу и удачной ли будет ли охота, эскимосы Америки слушали вой белых волков.